Здравствуйте! Вы на канале «Карнеги. Политика» Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. Меня зовут Маргарита Лютова, главный герой этого видео Андрей Персов, журналист, специальный корреспондент издания «Медуза» и автор статьи для «Карнеги». И говорим мы, конечно же, о выборах. 6 сентября в России стартовал единый день голосования, хоть и на единый это три дня, 6, 7, 8, пройдет множество выборов, их все обсудим. Отдельно, конечно же, поговорим мы и про электронное голосование, которое грозит стать тотальным. Андрей, но для начала я хочу тебя попросить ответить на вопрос, который тебе, наверное, всегда задают перед выборами в последние годы. 2024 год. Зачем в России, когда, казалось бы, выборы – это уже никакая не демократическая процедура, нечто ритуальное, какая-то аккламация, как многие могут подумать, зачем следить за выборами? Что в них сейчас примечательного и интересного? По отдельным регионам потом еще поговорим. Я считаю так, что следить за выборами хотя бы нужно для того, чтобы понимать, какие ухищрения новые придумывает власть в каждый конкретный момент, их становится все больше. Это наводит на мысль, что если бы выборы проходили честно и более-менее в конкурентной борьбе, демократично, то их результаты, наверное, были совсем бы не такими, как власть хочет, да, потому что за вот это время, да, путинское, то есть постепенно-постепенно, да, эти выборы какими-то обрастали непонятными вещами, упрощающими как бы победы кандидатов, да, то есть мы же говорим не только о прямых фальсификациях, потому что на самом деле прямые фальсификации, вот эти картинки с каруселями, там вот это вбрасывают люди бюллетень, а на самом деле это, ну, дает вот по разговорам с политтехнологами, которые работают на власть, ну, максимум там 15%, и то это уже очень видно, вот эти все приписки, они делаются немножко по-другому, да, там протоколы переправляются, есть определенные участки, в каждой региональной администрации знают, в каком селе, в каком маленьком городке комиссии эти нарисуют сколько угодно, и люди не будут говорить, ай, какой ужас, да, то есть это очень такой был сложный механизм, на самом деле раньше, постепенно это все упрощалось, кандидатов не допускают, да, на губернаторских выборах муниципальный фильтр, потом начинается, да, при Кириенко корпоративная мобилизация, когда очень четко контролируют бюджетников, очень четко контролируют не только бюджетников, но и госкорпорации, какой-то лояльной власти, бизнес, да, их сгоняют, понятно, они из страха голосуют определенным образом, фальсификация это прямая, нет, да, но честный это выбор, тоже нет, многодневное голосование, которое позволяет делать, ну, многое, да, потому что бюллетени лежат ночью, да, вот зафиксировать, конечно, вот это все, да, вот эти все истории, они, вот возможность 10, эти 15 процентов, они растягивают сильно, плюс прибавился дек, да, и почему вот следить, да, потому что мы примерно знаем, что власть делает для того, чтобы выиграть, и каждый раз с каждым новым ухищрением мы понимаем, что, ну, от выборов это все дальше, а власти все трудней, как бы, это все организовывать, но мы все равно должны знать, потому что из разговоров даже с иностранцами, они все равно представляют это как выборы, да, вот важно не впасть, с одной стороны, вот в такое восприятие это как реальных выборов, с другой стороны, надо понимать инструменты, инструменты, которыми власть пользуется. Давай про эти инструменты и начнем подробнее говорить. Ты уже упомянул электронное голосование. Понятно, что, наверное, это одна из самых примечательных особенностей выборов в Московскую городскую думу, которые тоже еще в этот единый день голосования проходят. У тебя об этом были замечательные материалы и для Карнеги, и для Медузы. Прежде всего, расскажи, пожалуйста, что вообще будет происходить с электронным голосованием. Напомню, как это все будет устроено на этот раз. Что мы точно знаем, да, вот по тому, как, что оно может предоставить. На выборах в Госдуму по одномандатным округам в Москве в большинстве округов побеждали выдвиженцы системной оппозиции, а не «Единая Россия». КПРФ, в основном КПРФ, как правило, поддержанные умным голосованием Навального. Это все было по итогам голосования с помощью бумажных бюллетеней. Как только ввели результаты электронного голосования, сразу везде победили единоросс. Вот в протестной Москве, которая пять лет назад почти половину депутатов Мосгурдумы избрала просто на протестной волне, да, часто ноунеймов, либо не самых известных, были активны, да, в районах какие-то люди. Ну, в принципе, не супер, да, известно, но вот там умное голосование, не знаю, бренд все равно протестный, КПРФ, он немножко работал, да, и может даже работает кое-где до сих пор. Да, вот люди избрали, и машина никак административная с этим не справилась. На выборах 2021 года ничего такого уже не было, да, уже мэрия научилась справляться с электронным голосованием. Значит, мы понимаем, что либо с ним что-то не так, типа, в Харде, да, вот там что-то, значит, мухлюется. Ну, либо можно сказать, вот мы говорим, мэрия очень честна, да, вот так честна, но, тем не менее, электронное голосование в российских условиях, да, граждане думают, они же увидят, как мы голосовали, да, и надо понимать, что бюджетников, работников, там, предприятий, мэрии, каких-то госкорпораций, которые в Москве находятся, зависимых от власти каких-то фирм, их заставляют голосовать электронно, да, их загоняют в ДЭК. И там люди понимают, так, нашу явку, наверное, контролируют, значит, мы точно там в ДЭК, да, будем, да, там, потому что на участок, ну, страх есть, но малыми, да, то есть сочковать, в принципе, можно, да, с ДЭКом уже сложнее. И плюс вот этот страх, а вдруг они посмотрят, да, я там голосовал за коммуниста. И уже вот это все равно, да, вот это недоверие, с одной стороны, да, с другой стороны, страх, он повышает автоматически, конечно, результат от власти. И в ДЭК просто людей в Москве загоняют, потому что, например, на выборах мэра, тех людей, которые пришли голосовать на бумаге, заставляли голосовать или даже не заставляли, да, их там мягко, а вот стоит терминал, ну, вот голосуйте через терминал, да, а терминал-то электронный, он сканирует паспорт, да, и ты голосуешь как бы вроде как не бюллетень, а вот тыкаешь в экранчик. Но на деле-то ты голосовал электронно, и твой голос засчитывается именно как электронный. И сейчас таких терминалов стало больше, и более того, в Москве электронное голосование стало основной формой голосования, да. То есть почему объясняется, что большинство голосуют, а также на участках есть терминалы на всех, поэтому люди могут голосовать электронно, да, мы такую возможность даём, а бумажное, по сути, стало факультативным, там надо писать специальное заявление и так далее, что, конечно, никто не будет заморачиваться это делать. К выборам в Госдуму, по крайней мере, для крупных городов такие терминалы наклепают. Пытались в Кремле сделать похожее к президентским выборам, но не успели. Но я думаю, что к Думским, особенно вот после Москвы, вот если Москва выберет, кого надо, эти терминалы появятся много где. С ДЭГом у власти какая есть проблема? Всё равно люди не очень доверяют интернету в смысле того, как оставлять там данные, вот что-то голосовать, что-то как-то, какие-то действия совершать, а вдруг данные утекут. Да, терминал в каком-то смысле эту проблему, конечно, снимает. Ну, правда, там паспорт надо сканировать. Ты паспорт сканируешь, ну, вроде как ты и так его показываешь, да, там, и терминал интернет у тебя не очень связан, можно же не говорить, что это в интернет идёт. А опять же для вот этой корпоративной мобилизации, в смысле, даже если мы вот считаем, что он честный, ДЭГ честный, да, и мобилизация бюджетников, вот ты голосуешь через машинку, скан паспорта, а вдруг они узнают. Человек голосует за кандидата от власти, опасаясь санкции со стороны руководства. Мы тоже тут в интернете, у нас всё куда приятнее, прозрачнее и безопаснее, чем на выборах, поэтому, пожалуйста, уважаемые зрители, если сочтёте нужным, подпишитесь на канал «Карнеги Политика», оставьте лайк под этим видео, напишите комментарии, это всё помогает продвижению наших материалов и тому, чтобы с ними ознакомились как можно больше людей. Андрей, ты уже упомянул протестный бренд КПРФ, правильно я понимаю, что на этих выборах, вот в этой кампании, да, выборов, это десятки, а 6-8 сентября в России пройдут, КПРФ, она как-то стала как будто бы менее протестным брендом. Можно так её охарактеризовать? КПРФ очень сильно зависит от региона, её протестность. Есть ярко протестные персонажи, которые хотя бы против губернаторов выступают. Это, ну, Вячеслав Мархаев, известный, он сейчас депутат Госдумы, бывший сенатор, был сенатором от Иркутской области, его родной регион Бурятия, он командиром бурятского ОМОНа, то есть вроде силовик, да, особенно он стал известным широким кругам населения, когда он осудил разгон протестных акций как раз в Москве пять лет назад, посвящённый, ну, вот, снятию основных кандидатов, да, протестных с выборов в Мосгордуму. Он в Совете Федерации тогда был, он выступил публично с трибуны, да, осудил действия силовиков, что так нельзя, его знают. В своём регионе он известен, да, выступает против губернаторов, в принципе, он очень осторожно по поводу войны высказывается. В КОМе есть Олег Михайлов, депутат Госдумы, в Саратове есть такой Николай Бондаренко, известный блогер, да, такой депутат, по-моему, он лишён уже мандата, в смысле у него структ-действия, но тем не менее, да. Какие-то фигуры есть, но в целом, конечно, КПРФ, ну, соглашательствует по большей части. Мы видим это по губернаторским кампаниям, в наиболее опасных регионах, где, ну, так скажем, местные не робщут там или что-то. Кандидатов даже может не быть, да, в Санкт-Петербурге нет кандидата от КПРФ. Ну, вот как-то партия не выдвинула, да, там какие-то якобы внутренние трения, ещё чего-то. Ну, хотя бы какого-то там со стороны федерального руководства, что, не знаю, там, нам власть внесла раскол, поэтому мы там в городе Ленина не можем. Нет, такого нет, да, коммунисты молчат. В Кемеровской области, например, КПРФ выдвинут муниципальный депутат, и даже не муниципальный депутат областного центра, да, или там крупного какого-то города, а небольшого города. Но это, что называется, такая генеральная линия партии, да? А все, кто более протестные... Сильно не сгорятся. Опять же, в Москве, например, не выдвинута Елена Янчук, депутат в своем районе достаточно популярный, Екатерина Янгалычева, можно к её конспирологическим теориям относиться по-разному, ещё чего-то, но, насколько я знаю, как вот именно в Москве все депутаты избраны по своим округам, по своим территориям. Да, то есть, по сути, как, ну, основная задача, не знаю, там, чтобы убирались улицы, не застраивались парки, транспорт, да, там, ну, то есть тормошить власть вот в хозяйственном смысле. Насколько я знаю, Елена Янгалычева с этим справляется вполне неплохо, да? И в этом смысле она в округе достаточно популярна. Она не выдвинута. Взамен КПРФ согласованы, пока, во всяком случае, да, мэрия по-разному себя может повести, ну, точно можно сказать, что два, да, округа. Это округ 20-й, где Леонид Зюганов, и округ, где баллотируется такой бизнесмен, бывший депутат из Ивановской области, Вячеслав Арбузов. Да, богатый человек. Вот там нет единороссов, да, где-то снялся, еще где-то... Еще один согласованный как будто бы округ, где баллотируется глава отделения московского Николай Зубрилин, но там все посложнее. Там единоросска Авдошкина, она слабенькая, но она есть, да, она есть. Поэтому вот, опять же, мне интересно, как ДЭК будет работать вот в условиях, когда нужно провести не вот четкого единоросса, а какого-то согласованного оппозиционера. Я понимаю, были прецеденты в Госдуму и так далее, но все-таки в Госдуму, как правило, Кремль согласовывал такие округа для системной оппозиции, где и так известны персонажи популярные, которые бы и так выиграли. Ну, не знаю, там в Ярославле есть Анатолий Гришневиков, писатель, еще там на заре перестройки известный, да, вот он популярный, ему выделили округ в свое время, а в 2021 году он сам выиграл округ уже, да, без распределения. Поэтому, то есть, в какой-то момент, конечно, Кремль, когда вот сдавал эти округа популярным оппозиционерам, он в том числе как бы такую хорошую минуту, а мы и не проигрываем, да, мы им отдали, ну, да, это в том числе тень на репутацию бросало. А вот когда это люди, ну, не то чтобы известные, популярные и так далее, да, их надо провести, да, причем вот присутствие единороса, потому что вот эта машина мобилизации бюджетников корпоративная, там, не знаю, избирательных комиссий, да, у нее начинается как бы шизофрения, что вроде есть единорос, а вроде вот как бы вот этот как бы согласованный, а как нам работать, а как вот, чтобы нас не наказали, да, вдруг это какой-то хитрый, да, план. Вот если будет получаться с такими персонажами, да, то, ну, значит, ДЭК может работать, ДЭК покрывает, да, вот всю, даже вот эту шизофрению бюджетной машины, да, немножко отвлекся, что про Москву, да, вот в Москве выделены такие округа, да, по крайней мере, о двух, вот мы точно можем говорить, да, вот КПРФ в принципе ведет себя достаточно спокойно, при этом, насколько я знаю, у региональных администраций есть задача ее максимально сбросить со второго места, это была такая задача и в прошлом году, но опять же, то ли, не знаю, такое стечение обстоятельств, что не очень Кремлю везет с набором выборных регионов, что в этом году, что в прошлом, вот в этом наборе много национальных республик, да, и в основном все-таки, да, ЛДПР тянется еще на Жириновском, да, вот они делают ролики с Жириновским, что вот он предсказывал, вот сейчас там, да, там в агитации образ используют, но, да, есть такая подстава, что в прошлом году, что в этом, вот такой набор, есть нацреспублики, а в нацреспубликах очень не любят ЛДПР, да, потому что Жириновский предлагал упразднить нацреспублики, а это всегда очень больной вопрос, да, и для жителей, и для местных элит, и там ЛДПР традиционно получает мало, да, сложно вытянуть, а кем-то заменить, да, то есть все равно ядерный электорат КПРФ имеется, да, в основном пожилые люди, да, такого странистского плана, а вот заменить в нацреспубликах кем, да, справедливая Россия валяется на боку, да, там, новые люди, почему, но тем не менее, да, АП хочет КПРФ свалить, потому что несмотря на всю свою, сейчас, сервильность, поддержку войны, там, не знаю, невыдвижение кандидатов неугодных и так далее, ну, у КПРФ есть идеология, да, какой-то стержень, власть нету, да, всегда это неприятно, ну, и плюс, есть такое желание личного Кириенко, насколько я слышал, потому что оскорбительно высказывались коммунисты о нем в эпоху его премьерства, а Сергей Владимирович помнит. И всем коммунистам припоминает. Ты уже сказал про набор регионов, больше 20, если я правильно помню, губернаторов будут избираться в этот единый день голосования. Скажи, пожалуйста, на что бы ты прежде всего посмотрел? Я как-то хотела отдельно выделить Петербург, где будет переизбираться Беглов, и помню твой материал, что главная задача в Петербурге сделать так, чтобы никто не заметил, что проходят выборы и Беглов опять же останется губернатором. Помимо Санкт-Петербурга и Беглова, куда еще стоит посмотреть, наверное, на Турчака на Алтае? Турчак, да, интересен сам как фигура. Явно он хочет, он амбициозный человек, да, этот удар все-таки он выдержал. А давай коротко напомним контекст, что произошло с Турчаком не так давно. Генсек, да, Единая Россия Андрей Турчак, он в принципе в Единой России уже воспринимался как реальный руководитель партии, в отличие от того же предшественника Неверова и так далее. То есть он крепко держал партию, у него было желание возглавить Петербург, он активно принимал там участие в жизни Единой России и конфликты там возникали, он пытался модерировать, да, то есть какая-то такая внешняя арбитр такой выступать, либо Совет Федерации. Вот. Амбиции он проявлял достаточно сильно, да, и вот, соответственно, был наказан. Я слышал такой слух, что якобы даже Турчак стал готовить пул муниципальных депутатов, да, потому что он видел, что с Бегловым происходят, да, конфликты с питерскими элитами, мало ли что, пул своих депутатов, чтобы точно за него подписались и так далее. Да, он готовился к назначению давно, да, губернатором Санкт-Петербурга. Вот якобы, когда он не получил назначения, что в сердцах он даже готов был какому-то из оппозиционных кандидатов, да, если какая-то элитная группа решила бы двигать, ну, не знаю, через новых людей, через справедливость, дать подпись муниципальных депутатов, да, и тем самым дать вот возможность выдвинуться кому-то яркому, чтобы хотя бы Беглову, значит, да, там заставить нервничать и так далее. Вот. Ну, это уже, слух, но амбиции были, да, Путин не любит, когда ему навязывают решение, да, если бы Турчак себя спокойно видел, возможно, он бы уже был губернатором Санкт-Петербурга, нет, Совет Федерации тоже, ну, как вариант председательства он хотел бы, то есть вот это, да, такие вот амбиции в путинской системе не очень поощряемые, с Пригожиным хорошие отношения, да, пошли в минус, плюс, якобы, вот какая-то бизнес-активность на новых территориях, так называемая, да, которая тоже не всеми была согласована, да, вот вместо, поэтому, повышения в Петербург он получил понижение назначения в Республику Алтай, для системы это, ну, как бы говорится, вот он был там сенатором, стал губернатором, ну, сенатором он был то ли поскольку, поскольку он был партийным руководителем, он уже был федеральный пост, он был заместителем от Виенка в Союзе Федерации, а губернатором он уже был, да, как повышение это нельзя рассматривать, регион отдаленный, а человеку, который, ну, хочет, как бы, в вертикале быть заметным, надо быть поближе к Москве, регион малонаселенный, депрессивный, туристическая отрасль, да, но там играют крупные игроки типа Сбера, вот дали ему небольшое хозяйство, ссылка, да, один из моих знакомых из источников назвал это даже казнью, да, ну, в смысле, вот, амбиции турника, которую он не скрывал, да, и вот так вот демонстративно, но он даже не поехал сначала в республику, поехал в Московскую область, который долго управлял на какой-то праздник, но в итоге он, вот, как бы, взял себя в руки, поехал, да, занимается компанией, конечно, для, это не честные выборы в смысле того, что там достаточно конкурентный регион, там есть местные элиты, национальные элиты, могли бы выдвинуть кандидата, там выборы давно проходят на грани второго тура для кандидатов от власти, непростой регион, и предшественнику Турчака Харахордину депутаты даже пытались вынести импичмент, таких случаев очень мало, не получилось, но сам факт, да, вот, что до этого дошло, да, то есть регион непростой, а еще в этом смысле, Турчак хочет показать хороший результат, да, там все зачищено, там КПРФ из соглашательства не выдвинула лидера, известного политика, который на прошлых выборах больше 30% получил, выдвинула муниципала не самого известного, тем не менее, даже ему не дали пройти муниципальный фильтр, на всякий случай, да, потому что бренд партийный мало ли, там всего три кандидата вместе с Турчаком от Родины и от ЛДПР, да, мы помним, что Алтай национальная республика, вспоминаем, что предлагал ЛДПР для них, беспроигрышный вариант, да, Родина, это националисты русские позиционируют себя тоже, понятно, да, что, что хотят, а Турчак позиционирует себя как защитник интереса, в том числе коренного населения, да, надписи, вернуть, да, даже несмотря на эту зачищенность, Турчак добросовестно ездит по районам, там, значит, все, несколько раз, не ругается с элитами, да, хвалит глав районов, потому что Турчак понимает, как работает машинка по обеспечению результатов, да, вот, в 2018 году были выборы, где единороссы проиграли, в том числе, в их числе была Светлана Орлова в Владимирской области, которая славилась унижениями чиновников, в основном муниципального такого плана, и в итоге эти чиновники очень неплохо отомстили через пять лет. На выборах ее прокатили, ну, просто посчитали честно на самом деле, но, как бы, вот, Турчак, видимо, тоже понимает, из внебюджетных источников какую-то технику, значит, покупает, да, такой небольшой Абрамович, который был губернатором на Чикотске, да, и местное население всячески пытался вот поддерживать, свои деньги давал, да, то есть Турчак немножко и в Абрамович играет, несмотря на то, что все зачищено, да, в этом смысле никаких, конечно, честных выборов не был, все зачищено, ну, и по поведению с главами районов мы видим, да, что он пытается их задобрить, пытается, чтобы они ни в коем случае там не не поиграли в свою игру. Да, Турчак есть, есть Забайкальский край, где традиционно очень низкие рейтинги власти, не очень популярный персонаж Александр Осипов, но там тоже все зачищено, очень так сильно, там пытался выдвинуться депутат Госдумы от Справедливой России, причем он не оттуда, но человек богатый, депутатствует он там уже несколько лет, заслужил некое реноме, да, как такого противника, да, властей, вот он, наверное, мог бы, возможно, даже выиграть выборы, потому что он выиграл выборы в конкурентных условиях этот округ не был под него согласован, да, он победил неожиданно, возможно, он бы выиграл губернаторские выборы, но его отрезали на стадии муниципального фильтра, да, вот там посмотрим, да, как бы, вот, какой они результат нарисуют Осипову, в Хабаровском крае интересна просто фигура, политика, Ну и регион интересный, да, с 2020 года у него слава протестного региона, потом, опять же, Дегтярев. Сейчас, вот, бывший замгенпрокурора Дмитрий Демешин, он, в принципе, я так понимаю, не совсем там чужой, потому что он там жил, так как он отвечал за дальневосточный округ, человек жесткий, похож по имиджу, то ли, ну, наверное, на Фургала, да, но только Фургал ругал еще Москву, а тот ругает только местных единорусов, в основном, да, вот, чиновников. И членов команды Дегтярева, которому пока достались наследство, он, да, треплет на совещаниях, поначалу работало, но, насколько я слышал, люди начали как-то уже осторожно относиться, видимо, много стало это, да, слишком откровенно, да, вот он, имидж юзует, да, будучи сам чиновником, да, такого вроде какого-то внешнего человека, в общем, но, скорее всего, раз уж избрали Дегтярева, Демешина-то точно изберут, вот, все равно он поярче, да, нет нелепых поступков, да, как у Дегтярева, в прямую жителей он не оскорбляет, как делал Дегтярев, поэтому я думаю, что Демешина изберут без особых проблем. Ты вот вспомнила Беглова, там, видимо, все хуже, потому что внимание-то не привлекали и не привлекают, но, судя по поведению спарринг-партнеров на дебатах, уже даже на всякий случай, чтобы не то, что не привлекать, а те, кто, не дай бог, узнал про выборы и не хочет голосовать за Беглова, потому что, видимо, многие очень петербуржцы не хотят голосовать за Беглова, на выборы не пошли, потому что там, ну, очень были распределены роли, как бы не отсвечивающий кандидат от Зеленых, не очень известный ЛДПР-овец, компания ввела фирма Полилог, которая сотрудничает с Кремлем, и там, если сметы смотреть, издание вот так их получило, там, ну, очень мало билбордов, практически нет встреч и так далее, да, вот такие скрытые, и совсем, вот, коммунистов, да, чтоб, не дай бог, не пришли, там кандидатов от КПРФ нет, от коммунистов России такой политик фриковатый Сергей Маленкович, депутат Алтарьского края, но он не варяг, так он из Петербурга, но тем не менее, он депутат Алтайского края, вот там он варяг, да, случайно избран оказался, по сути, вот, вот он должен был отталкивать коммунистов и заодно еще каких-то людей с дурацкими инициативами, там, возвращение пионерии, переименование Петербурга обратно в Ленинград, запрет доставки еды, а потом, вот, не так давно, да, может, несколько недель назад, такие же дела стали допускать другие кандидаты, да, кандидат от ЛДПР стал предлагать запретить зарубежную музыку, кандидат от зеленых въезд в центр города на машинах с двигателями внутреннего сгорания, пластиковые стаканчики, ну, то есть, да, запрещать, запрещать, то есть люди, даже если у них вот не хотят голосовать за Беглова, хотят ему фигу показать, вот за этих, ну, чтобы еще хуже были. А скажи, пожалуйста, а почему так выходит, почему администрация президента, почему Кремль так держится за Беглова на его губернаторском посту, его совсем неким заменить, он какой-то очень важный для кого-нибудь там человек, как так? Администрация президента за него не очень держится, она даже в прошлой кампании предлагала его заменить, да, когда стало очевидно, что, ну, человек совсем, как бы, в публичном поле не годится, да, а губернатор второго по численности города России это публичная, фигура, публичная величина. Нет, не держится, всегда есть люди, готовые возглавить Петербург, Турчак, да, его и ждали, в принципе, ну, насколько я знаю по разговорам с местными, там, политиками, бизнесменами, они были не против Турчака, да, они как бы, практически решенным событием считали, Турчак, бывший министр транспорта Максим Соколов, не так, уже когда как-то что-то вот с Турчаком стали немножко подозревать, там, Михаил Осиевский, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, сейчас он в финансовой системе, по-моему, он главарь, где-то, где-то, в общем, в окологосбизнесе, да, представитель команды Матвиенко, не знаю, Алексей Миллер, да, уже подустал работать в большой госкорпорации, Герман Греев, ну, то есть, очень много, на самом деле, Дмитрий Казак, то есть, очень много персонажей, готовых, да, и, в принципе, знакомых всем и каждому, да, которые конкретно оттуда, потому что много в федеральной элите выходцев непосредственно из Санкт-Петербурга. Вот Беглов чем-то дорог лично Путину, а он не отсвечивает, он вот такой, как бы, никакой, да, немножко такой смешной, да, такой дед, такой нелепый, да, не самый подходящий, да, ну, вроде что делает, да, там давний знакомый, может опасается Путин, что кто-то в Петербурге вырастет, да, вот, что это такое место силы, да, что вот появится такая популярная фигура, которая вдруг на себя там притянет кого-то, вот, поэтому это чисто личная связь с Путином, но Беглов тоже, видимо, неплохо знает Путина, даже невидимо это точно, да, что он умеет какие-то струнки затронуть, там, поддержал войну, все, потому что речь об отставке Беглова шла, потому что он поссорился там с Пригожиным, когда, ну, еще до войны, когда тот еще, сила, с Ковальчуками возникли терки, с Ротенбе, ну, как все эти наши любимые фамилии, да, причем это связано просто с деньгами, да, с подрядами, у Беглова, как человек, который работал в хозяйственной сфере, в Петербурге он был главой курортного района, есть свои хозяйственники, есть какая-то своя команда, начал подтягивать, спикер свой сидит, да, Бельский, бывший глава, Сестрорецкая, которая входит в курортный район, ну, то есть, человек, если сидел на каком-то хозяйстве, у него всегда есть своя фирма, либо какая-то фирма, которая с ним конкретно дружила, да, а так как город большой, да, там большие, но вот я хозяин, да, мне вот со своими, вы тоже, но, да, как Собянин, он не стал делать, да, чтобы всем раздать, со всеми поссорился, но, тем не менее, вот там, войну поддержал, еще что-то остался, и до сих пор, и, видимо, и будет, подытоживая, и в то же время возвращаясь к началу нашего разговора, я хочу тебя попросить порассуждать, помочь нам со зрителями разобраться, вот в чем, когда мы видим вот эти разнообразные ухищрения, на которые идут власти в выборной процедуре, и в самой процедуре, и вот отсекая по разным причинам кандидатов на очень дальних подступов, эти ухищрения, они потому, что власть ощущает ситуацию уже сейчас, там, скажем, в каких-то парламентах, в регионах, менее управляемой, или это такая задачка на вырост, в том смысле, что, ну, надо на всякий случай, чтобы все там было правильно и ровненько, потому что такими темпами неизвестно, как пойдет, неизвестно, что будет с войной, неизвестно, что будет с экономической ситуацией, и лучше быть заранее к этому готовыми. Это так, да, то есть это скорее, наверное, на будущее, чтобы тренироваться, как, чего, да, такие учения на случай, вот если что-то пойдет не так, где затыкать дыры, да, где, как, там, 5%, 3% за счет чего, там не пустили, там ДЭК, там мобилизация, там и так далее, да, это с одной стороны, с другой стороны, система постоянно ставит для Путина рекорды, да, для этого нужно, ну, рекорды ставятся в основном с помощью мобилизации, конечно, явка, что-то плюс рисуется, ну, вот это, да, но перестраховку мы явно видим, да, чтобы, не дай бог, ничего не проскочило, потому что, ну, пример, в основном кандидаты от Яблока практически нигде не допущены, хотя казалось, рейтинг у Яблока небольшой, чего же их блокировать, казалось, но, тем не менее, их блочат, блочат, да, и в какой-то момент они придут к моменту, что их кандидаты не участвуют в выборах, поэтому партия остановит регистрацию, да, там есть определенные процедуры, есть определенные законы, есть практически смысл, вот сейчас, нет, да, но на всякий случай это делается, да, то есть ставится все больше каких-то вот препонов, да, чтобы, не дай бог, выборы не стали таким, история, которая меняет правила игры, да, что на выборах не получится опрокинуть ничего, да, это очень портит власть, то есть по-разному можно относиться, там, к сурковщине и так далее, но при суркове в Единой России хотя бы состояли какие-то реально авторитетные люди, на местах хотя бы, да, то есть им давали возможность двигаться, там, становиться спикерами, становиться мэрами, это реально какие-то публичные политики, бизнесмены и так далее, да, то есть вот какая-то такая страховка внутри была, да, кому-то давали возможность через системную оппозицию двигаться, да, это управляемая система, да, выборы, понятно, фальсифицировались, да, там еще что-то, но это было, типа, в пределах, да, как только предел был повышен, люди вышли на улицу, да, но тем не менее, мне кажется, все равно вот это заложенное, да, что есть системная оппозиция, к которой люди прислушиваются более-менее, какие-то, да, электоральные группы, в Единая России есть люди, которые, ну, имеют авторитет у себя хотя бы на территориях, да, в том числе это дало, что эти протесты не пошли дальше, да, вот, то есть как-то они, да, там, для власти вырулили в нужную ей сторону. Сейчас такого я не могу сказать, да, потому что вот эти все ухищрения развращают. Получается, что губернатором можно сделать кого угодно, самого неудачного персонажа, Дегтярева, пожалуйста, Беглова, пожалуйста, да, депутатов на всякий случай, да, зачем нам нужны эти вот бизнесмены из прошлого, там, Единая Россия, они же имеют свое мнение, да, не могут сказать что-то, да, вот, давай вот директора школы изберем депутата, мы ему платим зарплату, он же ничего не скажет, тем более депутаты в региональных даже ЗАГСах не получают в основном зарплату, там, спикеры, пара замов, там, в богатых регионах, может, комиссиях платят, а так рядовой депутат никакой зарплаты не получает, да, это общественная нагрузка, вот, вот он будет делать то, что я скажу, авторитет это внизу, нет, там, вот это все, как бы, системные партии, там, их как-то, ну, КПРФ уже с соглашательствами, с предливерсией, тем более, там, новый ДПР, понятно, в нынешнем состоянии, новые люди, при всем имидже, про властную партию, про Кремлевскую, какое качество, да, вот, кто есть, кто-то среди КПРФ, да, то есть, вот этого диалога нет, да, понятно, что в какой-то момент все эти плюс, 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 да, мы же не кидаем там 30 процентов бюллетеней в урны, чтобы Единая Россия победила, да, там, типа, мы вот, там, там пять, там пять, там пять, да, получается так, я такую философию чувствую, что сразу много кидать нехорошо, это вызывает рано или поздно протест, да, тем более, мы видим сейчас рейтинги власти падают, я вот все удивляюсь, когда же вот эта честность в целома закончится, да, с падением рейтинга Путина, вот, посмотрим, да, еще удивительный, как бы, улевадный рейтинг Путина, огромный почему, да, мы видим, не знаю почему, да, вот, вроде курс, вроде все, небольшой, а в целом он каждую неделю падает, да, вот посмотрим, продолжатся ли чудеса эти честности, да, явно что-то идет не туда, да, и когда вот, например, если на выборы в Госдуму, да, они кинут там 30% бюллетеней в уроны, да, они будут там карусели на галтелые кататься, которые видны всем и каждым, да, но вот это тут пять, тут пять, тут пять, тут согнали, я голосовал там из-под палки, да, когда выйдет народ, если, ну, это может, я не буду говорить, что это точно будет, да, но во всяком случае, такие примеры были, да, хотя бы в 2011 году, да, люди выходили из-за фальсификации выбора, не знаю, да, в 2020 году больше 10% населения Хабаровска выходило на протесты, по поводу ареста Фургала, да, людей, если доколупать российских, да, они будут как бы, они могут выйти, и вот в этой ситуации, это уже как бы, они не будут за КПРФ, да, они не будут за эти все партии, которым что-то там накрутили через ДЭК, да, они теряют авторитет, вот, и как в этих условиях власть это быть, ну, не знаю, да, то есть, сейчас-то это все хорошо, да, это вот такую полностью искусственная система, как бы, с кучей там методов, если то не работает, это заработало, так, 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 но в случае глобального недовольства, это не работает все и сразу. Спасибо тебе большое, Андрей, это был Андрей Персов, журналист, политический обозреватель спецскор издания «Медуза» и автор статей для Карнеги. Не забывайте, что также у нас есть телеграм-канал, на него можно подписаться, чтобы получать самые свежие тексты авторов Карнеги. Меня зовут Маргарита Лютова, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, канал «Карнеги Политика».